Моя сегодняшняя героиня с детства знала об актерской профессии всё. Её дедушка и отец тоже были артистами, но покорить Москву удалось только ей. Сначала она легко поступила на курс к Олегу Табакову, затем успешно играла в театре у Александра Калягина, а сегодня она одна из ведущих актрисам ХТ имени Чехова и много снимается в кино. Моя героиня – актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка. Здравствуйте, Ксения. Я знаю, что вы потомственная актриса. Это не со всеми случается. Это такой случай, скорее, редкий, чем рядовой, что у вас актёром был и папа, и дедушка, да? Правильно я говорю? Где они служили? Они работали в Кимрском драматическом театре. В городе Кимр. Это Тверская область. Раньше Калининская, да. Да, да. Это на Волге, в маленьком городе. Дедушка мой был непрофессиональным артистом. После войны он пошёл работать в театр. Ну, так как-то, видимо, его душа позвала туда, в артиста идти. Он, надо сказать, был очень красивым, очень красивым парнем в городе. И, видимо, тоже сыграл... Вот в Кимрах, да? Да, да, да. Смешная история у нас в семье живёт, что дедушка, когда был на фронте, пошёл на фронт в 17 лет. И мы тут как-то сели с мамой, с папой думать, у меня сын сейчас 18. И я-то понимаю, что это ребёнок абсолютный. Конечно. А дед пошёл в 17 на фронт и получил ранение в ногу. И у него одна была нога сухая, он так прихрамывал. Но когда вернулся с фронта, он стал работать в Кимрском театре. И играл всех самых красавцев, самых вот красавцев, там, героев-любовников. И однажды его нога его подвела в финал спектакля. Он несёт героиню красивую, которая умерла уже, по пандусу вниз, под музыку, несёт её потихонечку. И тут он понимает, что его подводит нога, и они валятся вместе кубарем, катятся практически в зрительный зал. Кошмар. И он об одном только думает. Как сейчас так сделать, чтобы она не всклипнула, не вскрикнула, потому что она умерла, понимаете? Да, да, да. Девушка-актриса молчала просто как рыба об лёд. Они докатились, он её так же красиво поднял. Поднял, да. И похоронил. У него какое-то образование было специальное? Или он как-то пристроился? Сейчас вам расскажу. Он работал без образования, но потом, когда мой папа поехал в Институт культуры в Москве, учился, то мой дед учился там же. Они учились в одно время. Деду было 40, отец был молодой, они учились там. То есть дед поступил? Да что вы говорите. Ну, 40 лет всё-таки он получил образование. Ну, какой молодец. Да. Мы вместе с отцом учились. И отец сейчас уже на пенсии, но отец, мне кажется, положил все силы для того, чтобы спектакли были интересными, чтобы вся область ими восхищалась, чтобы приезжали из области и смотрели. Он был артистом, он был руководителем. Да, он был худруком в очень долгое время. А, он был худруком. Да, да, и режиссёром, да. А что они ставили? Вы помните, вот, из детства, какие там были спектакли? Да, там ставилась и классика, и вишнёвый сад потрясающий, трамвай желаний. Ну, то есть... А режиссёры что, приезжали или были свои, да? И приезжали. И папа ставил очень много, и режиссёры приезжали. А мама чем занималась? А мама моя была... Очень смешно, они познакомились с отцом. Она училась в Институте мясо-молочной промышленности. В Москве? Да. И папа, когда там учился тоже в Институте культуры, его пригласили ставить с студентами, ну, какой-то там поэтический вечер. Мама вызвалась, в общем, и мама была невероятно хороша собой. Ну, и папа тут был сражён. Он её привёз с Кимры. Мама долго работала инженером мясо-молочной промышленности. Правда, не в Кимрах. Ей приходилось вставать очень рано. В Твери ездила? Она, нет, она в Талдом ездила. Но это занимало... Она вставала и ехала два часа, наверное, до работы каждый раз. И я фактически маму-то не видела, потому что ей приходилось работать в другом городе. И мной занимался отец. Он меня отвозил в детский садик, он забирал меня. Я была большую часть времени, конечно, с папой. То есть в театре? То есть в театре, конечно. Дед и бабушка были здесь же, рядом, в Кимрах, да? Да, конечно, конечно. Ой, то есть у вас прям полный набор и счастье, да? У меня было потрясающее детство вообще какое-то... Они вас все любили? Конечно, ну конечно. Мне папа, он однажды сказал, не помню чьи строки, он говорит, в детстве ещё, место твоё меж иконы светил, знай своё место. И ты так как-то думаешь, да, так ли? Всегда проверяешь себя. Не хотела я быть актрисой, потому что я видела эту изнанку, потому что я ездила по городам и весям Тверской области на этом маленьком пазике. Меня укачивало постоянно. Мне было плохо, жарко. Мне хотелось есть. Потом, когда отец не мог мной заниматься, мной занимались актрисы. Я видела эти коробочки с гримом, актёрской жизнью. Мне совершенно... То есть я абсолютно уверена, что в нашу профессию идут люди, которые её немного романтизируют, поэтизируют. Или ничего о ней не знают. И, конечно же, в связи с этим ничего о ней не знают. Я о ней знала совершенно какую-то изнанку и какую-то такую правду, и мне совершенно не хотелось идти в эту профессию. Более того, я понимала, что от меня зависит, не знаю, там, в будущем благосостояние моей семьи. И тогда, в детстве, мне казалось, ну вот какие вот, я думаю, так напряжённо придумывала, какие профессии могут принести мне доход. Это значит директор мясокомбината. Ой, это прекрасное место. Ну, конечно. Во-вторых, понимаете, что есть не очень много было. Когда мама привозила сосиску в дом... Это был праздник. Это был праздник. Поэтому директор мясокомбината, я считала, что это достойное место для меня. И что нужно, в принципе, туда стремиться. Либо милиционер. Были какие-то обязательные... Обязательная программа, там, дома-дома. Музыка, чтение, там, учиться только на пятёрке. Нет, ничего такого не было. Выяснилось случайно в шесть лет, что у меня хороший слух. Я говорю, ну, надо тебе пойти в музыкалку. Я говорю, да, я пела постоянно. Меня отдали в музыкальную школу на фортепиано. Я сначала училась в подготовительном классе, музыкальную школу. Потом в первом классе. Но у меня была очень строгая учительница. И она, я помню, как сейчас, и она, когда я что-то не так играла, она мне по плечу стукала вот так ритм. И она стукала-стукала. А я, надо сказать, была девочка такая взрывная. То есть долготерпеливая. Но потом как-то я взорвалась. И увидев, что у меня на плече образовалась гематома, я сказала, ну, в синяк, я сказала родителям, я больше за фоно не сяду никогда. Причём это стоило родителям огромных денег. Ой, смешно вспоминать. Я первый год на подготовительных занятиях, у нас не было денег для фортепиано. У меня была нарисованная клавиатура. И я училась по картонке. И я так раз, и потом... А какой звук? Так складывала. И всё, и шла в музыкальную школу. А училась всему этому. На картоне, вот это всё отрабатывала. И, надо сказать, родители изыскали средства, и купили мне потрясающий пианино. Такое небольшое кабинетное пианино. И потом это, конечно, было событие в доме, счастье. Вот они нашли. И я, представляете, я говорю, и родители у меня не будут больше заниматься. Больше не пойду. Но они такие хитрые, знаете, тоже. Они нашли подход. Как раз в тот год переехали в другой район города. И они узнали, что есть потрясающий учитель, который увлекает детей скрипкой. Да-да-да, за рояль не сядешь никогда. Иди познакомься вот с педагогом по скрипке. И так я встретилась и действительно познакомилась с замечательным человеком, который невероятно меня сформировал. И внутренне, да и внешне тоже, на самом деле. Она была красивая, невероятная. Лариса Анатольевна Бабурина, светлая память. Всегда с укладкой, всегда с какой-то копной белых волос, которые спускались по плечам. Она сама себя обшивала, она всегда была на шпильке, всегда. Она вызывала у меня, у девочки, какой-то, знаете, такой эмоциональный, эстетический шок. Трепет. И трепет. И потом я настолько увлеклась, что я не могла уже остановиться. И мои семь лет в школе, музыкальной школе уже прошли. Я выпустилась, но я приходила к ней играть. И фактически занималась музыкой, вот скрипкой, 10 лет. Она очень надеялась, что я дальше пойду по этой стезе. Ну, я вдруг поняла, знаете, какую штуку? Я пошла в актрису от безысходности. Я поняла, что в скрипке я, наверное, дальше учителя... Музыки? Музыки. Я это понимала, я неплохо играла, но это не... А вдруг из вас вышла в АНСМИ? Ну, не знаю. Ну, почему-то мне показалось, что вот, я буду учить. А ведь, вы понимаете, даже на фортепиано, когда дети начинают учиться, это хоть как-то можно воспринимать. Скрипку нельзя воспринимать никак, этот скрип стоит жуткий. Когда детки... Я поняла, что никаких моих нервов не хватит. Я сказала, Лариса Анатольевна, миленькая, не смогу. И вдруг так села я, подумала промеж себя, чем я могу заняться. И выхода у меня не было. Я поняла, что я больше ничего не умею и не знаю, да и не люблю. А директор мясокомбината-то как же? Куда же он в этот момент делся из головы? Он вырос. Когда я пришла к отцу и сказала, пап, я тебя очень прошу, мне читать программу нужно свою. Ты в этом деле профессионал, ну, послушай меня, мне нужен твой профессиональный совет. Он сказал такую потрясающую вещь, которая тоже очень мудрая и правильная, не знаю. Он сказал, я тебе слова не скажу. И ты даже мне не читай, потому что если я тебе хоть что-то скажу, это буду я, а не ты. А поступать идешь ты. Ты сделай, как ты это понимаешь. Игорь Золотович. Сюха, она практически моя родственница. Я ее помню здесь студенткой у Олега Павловича Табакова, где она была... Уже видно были задатки. Ну, так по жизни получается, что мы с ней играли у Калягина в театре, с Муглой Леди Санетов. Мы с ней ездили в долгую, большую, первую гастроль в Америку, где она была уже беременна, немножко наигралась, продолжала играть. И она просто идет уже так... Сколько уже? 12? Сколько лет она в театре? 12 или больше лет идет. Так мы идем параллельно. Я знаю ее детей, всех, знаю ее мужей всех, дружу со всеми, продолжаю дружить. Ну что, Ксюха молодец, идет большими шагами. Уже не сказать, что она начинающая актриса. Какой начинающий? Уже продолжающая, уже бабушка русского театра. Немножко так ревностно, когда в спектакль «Дом» ее закидывают цветами на поклонах. И приходят специально на нее, что очень приятно. Ой, до слез. И она умница, конечно. Родить троих детей, быть в такой форме прекрасной, все успевать. А поступать вы поехали с родителями или в одиночку? С мамой, конечно, с мамой. Я ездила сначала на подготовительные курсы, вот именно в Амхат. Я вот абсолютно человек, мне кажется, слушащий и слышащий. И меня никогда не подводила в жизни интуиция. Я сделала в какой-то момент очень рискованный шаг, а поехала в 16 лет. Мне было в 16 лет. Я ходила по институтам, и вроде бы я проходила уже все вот... Как все абитуриенты, да? Да, как все абитуриенты. И вдруг я поняла, что я нигде себя не чувствую дома, кроме как вот в Амхате, как в школе-студии. Я поняла, что я хочу только поступить на курс Олега Павловича. Табакова? Да. И я больше никуда не ходила. Я забросила походы туда, на поступление. Мне было некомфортно. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Я понимала, что я не в своей тарелке, мне неудобно, мне стесняюсь я как-то. Я не я. Вот вы поступаете в школу-студию МХАТ. Страшно, да? Жутко. Жутко страшно. Никого не знаете, да? Несмотря на то, что семья такая театральная и актерская, вроде бы вы, так сказать, всю эту жизнь знаете изнутри. Но здесь ничего не помочь, не подсказать никто не может, да? Ну, потом тут это все иначе. Московские театры, прекрасные действительно москвичи. Представляете, приезжаешь на поступление, ты всю ночь не спал, трясся, и потом в пять утра у тебя электричка, в десять часов уже прослушивание, и ты, ну, конечно, ты себя чувствуешь, ну, как, ущербно нельзя сказать, но не так, не так. И приходят москвички прекрасные, они понимают, что они прекрасны, и что они обязательно поступят. Это ужас, это преодолеть, и что-то о себе сказать, и что-то продраться сквозь это, и себя выразить. Это очень сложно было и страшно. Ну, вам удалось, вы поступили с первого раза. Ну, со страху, да. Я понимала, что я должна это сделать, я хотела, и я отчаянно этого хотела, и я это отчаянно сделала. Знаете, как вот просто с места в обрыв. Табаков смотрел сам, да? То есть он сидел в приемной комиссии, и кошмар. Да. Это было настолько страшно, что я фактически не видела никого в зале. И я знала всегда, Олег Павлович такой, он всегда был модный, и всегда у него была такая оправа модная. Вот никого, ни одного лица не вижу, но я вижу, что там где-то оправа мелькает, вот так сияет, и я понимала, что там вот здесь, вот в этой темноте сидит Олег Павлович. И ой, ой, жутко страшно. Потом, когда зачитывают по очереди, по списку фамилии, пока там до Эл дойдут, сказать, что это волнительно, страшно, и так далее, это невероятно. Для меня потом еще было очень важно, знаете, как настолько родители помогали, и настолько они как бы меня поднимали и из последних сил, и денег, и возможностей, что для меня было очень важно их не подвести даже. Чтобы, не дай бог, мама не расстроилась, что я не поступила, что мне не хватило, что они настолько верили в мой талант и говорили, что место мое между иконой светил. Нет, пока нет места, знаете, поэтому я отчаянно боролась за место. Победила. Ну вот наступает 1 сентября, вы зачислены, счастливы, или наоборот, опять перепуганы. Нет, прекрасно все было у нас. Пребываете в общежитии с чемоданом, с мамой или уже без мамы. Да, уже без мамы. И начинается вот эта столичная, театральная, студенческая жизнь. Как вам там жилось? Ставки были настолько велики, ведь Олег Павлович, он не знаю как, он у многих создает впечатление такого весельчака, легкого человека, да. Он очень был жесток, иногда жесток. Из 36 человек, набранных на курс, к концу 4-го курса у нас осталось 16. Ничего себе! У нас была такая традиция, которую Олег Павлович завел. Тоже очень страшная и трепетная традиция. Под конец года, под конец семестр, ну вот под конец учебного года, где-то уже в мае, там в июне. Мы вызывались в Табакерку, он сидел в своем кабинете по одному, и он с каждым проводил беседу. Он рассказывал свои ощущения от работы за год, свои пожелания, может быть, и кому-то говорили, ну, чемодан-вокзал, домой. Я каждый раз перед этой встречей представляла себя уже в электричке Москва-Савелова. Ну, как-то... Как-то выходило, и надо сказать, да, и со второго курса меня Олег Павлович пригласил играть в Табакерку. А Табакерка в тот момент вообще она была кузницей невероятных звезд. Это и Володя Машков, Женя Миронов. Тогда они вот только вот, они, знаете, были настолько... Сережа Безруковна. На взлете на самом, да. Конечно. Табакерка летела так, что туда было не попасть, понятно. Это был такой театр, и попасть туда было, конечно, еще одним испытанием и опытом, и школой. А кого он взял играть вас? Я играла в спектакле «Псих», я играла в спектакле «По вампилову 20 минут с ангелом». У меня была небольшая роль в конце. Нет, ну все, неважно, все равно это была роль, там были слова, правильно? То есть это нужно было выйти на сцену и сыграть. В таком звездном составе и с такими артистами. Я считаю, это самая главная была школа, видеть, как они работают. Я вам больше того скажу, декорация была зашита, не было видно того, что происходит на сцене, мы столько слушали. Что я делала? Я продырявила дырочку себе в декорации. У меня выход в финале, ну я же должна смотреть, ну как, мне же надо наблюдать за этим. И я там вот так вот стояла, все, весь спектакль, смотрела, как гении, мастера играют. Я считаю, что это самая важная школа, которую я могла бы получить. Кристина Бабушкина, ваша подруга. Ксюша не может вообще находиться в состоянии некомфорта, агрессии, поэтому вокруг нее всегда очень такая позитивная и хорошая ситуация. Конечно, ну кто же стрессоустойчивый? Конечно же, и усталость сказывается. Конечно же, наверняка эти перелеты, переезды, да, ты там находишься постоянно в каком-то ритме. Я думаю, что, наверное, только одна Ксюша знает, как она переносит этот стресс. Потому что, мне кажется, она такого воспитания человек, который даже навряд ли и близким-то покажет, как ей тяжело. Несмотря на ее минималистичное такое, да, про это состояние, и, ну да, производит впечатление очень хрупкого, очень такого человека. Ну, не скажешь, что прямо ух, сильного. Внутри это просто силища неимоверное. А как получилось, что вы все-таки потом пошли к коллеге, но они в табакерку? Ой, ну, во-первых, как приятно, когда о тебе говорят такое, друзья, слушайте, ну, конечно, это какой-то прям массаж, прямой массаж самолюбия какой-то. Знаете, меня там гладят, меня, и прям я, ох, какая хорошая, господи, спасибо тебе, спасибо, друзья мои. Ну, правда, прям, это, капает у меня. Вот. Как получилось, я не знаю, как получилось, у нас почти весь курс пошел к Олегу Павловичу, и знаете, как театр набирает образы, которых ему не хватает. Тогда, мне кажется, в табакерке, конечно, было, ну, достаточное количество девушек и женщин, какого-то вот моего такого склада и такого ощущения от меня, конечно, но уже со мной, я думаю, что был бы перебор, и Олег Павлович всегда в этом случае поступает всегда и мудро, и он мне сказал, тебе нужно искать работу. Сказал Табаков. Да, Олег Павлович сказал, нужно искать работу. Слушайте, а вы не начали рыдать и биться? Я бы начала. Как говорят эстонцы, это моя самая любимая пословица. У них же плохая всегда погода в Эстонии, всегда льет. Эстонцы, спроси, как погода? У них вот такая мудрость, такая вот эта эстонская, они говорят, знаете, потрясающая вещь, погода такая, какая она есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вы это, ваш 21 год или 22, вы это осознали, что погода такая, какая она есть. Я поняла, что мне нужно работать, мне нужно дальше развиваться, и у меня были потрясающие у Сан Саныча роли. У Коллегина? Да, да. Замечательными режиссерами и те пять лет, которые я отслужила в этом театре, я очень благодарна и Сан Санычу, и Труппе, у меня там завелось очень много друзей. Это был такой интересный период. Но вы же очень рано вышли замуж, насколько я знаю. И муж у вас был, ну, деловой человек, правильно я понимаю? То есть он был взрослый, деловой человек. И как это все, вот одно с другим монтировалось, Ксюша? Так смешно, сейчас-то я думаю, господи, вот вы говорите взрослый. Когда мы познакомились, ему 30 лет было. Ребенок. Нет, ну сейчас, ну понятно, нет, ну конечно, но тогда-то, все равно вам 19, а ему 30, или там вам 20, а ему 30, все равно этого, он постарше, что тут говорить-то? И чего вы делали? Как-то вот это вот совершали? Вот эту вязь и плела. И детей параллельно рожала, и всегда детей параллельно рожаю. Параллельно с чем? С жизнью. Ну ведь все так рожают параллельно с жизнью. Нет, там все боятся, знаете, как говорят, вот я сейчас это самое, буду сидеть, вот сейчас жизнь закончится, потом еще 3 года я буду сидеть еще, грудью кормить, вообще жизнь закончится, ну его вообще. И никто же в это не пускается. В каждой беременности я играла до 8 месяцев. Мои дети и моя жизнь семейная никогда мне не мешала жить, играть, успевать готовить, уделять мужу внимание, успевать уделять дому внимание. И значит, вот вы в театре играете, тут, значит, этот муж, хотя бы поговорить с ним надо, да, он совершенно из другой среды, ни из какой, ни из театральной. Ну у нас на самом деле было очень много друзей, артистов, и они очень часто приходили к нам в дом, конечно. Но мы с ним и познакомились в театре. Он близко дружил с Олегом Палчем. Да, и на гастролях в Таллине он как-то так меня увидел. И, собственно, с этого все и началось. С гастролей он очень близок был к театру. И дети. А старший родился сколько вам было лет? 22. 22. То есть это только успевай поворачиваться. Мне мамочка очень помогала. И она, конечно, совершила огромный подвиг. Она большую часть времени, она жила со мной. Папа остался, работал в театре. И куковать остался папа. Мама была со мной. Мы очень долгое время ни нянек, ни мамок не брали никого. Основная, конечно, забота по воспитанию моих детей легла на плечи моей мамы. За что я ей безумно благодарна. И просто здоровье ей низкий поклон. Как ее зовут? Лилия Владимировна. Лилия Владимировна. Давайте поаплодируем отдельно. Я хочу сейчас, чтобы мы посмотрели отрывок из спектакля, с которого, насколько я понимаю, в вашей жизни начался МХТ. Да. Мистер Уильевна. Мистер Уильевна. Тихо, тихо, тихо. Там уже не дебаты. Там какой-то ужас. Что ты делаешь? Я не дебаты, а потом что случилось? Тихо. Сперва ничего. Но потом премьер-министр начал медвичать. Вдруг один из депутатов как встанет и говорит. Очень жаль, что премьер-министр не захватил с собой на эти дебаты своего мопщика. То его защитить-то некому. Мопщика? Да. Пролаз это. Пролаз это. Чихо вы. Чихо. Премьер, глядит вас правду. Нет, вы знаете, он просто взбесился. Это ужасно. Все. Вы жарковато вас тут становится. Вот так, все. Молкните. Тихо, мне пора бежать. Я с вами. Я с вами. Ой, как же мы играли. Как я смеялся. Мне кажется, вы знаете, я буду жить вечно. Смех же продлевает. Точно. Я после этого спектакля буду жить вечно. Наверное, да. Это было до слез невозможно. Иногда было играть невозможно. Потому что так, как играли и Женя, и Анатолий Николаевич, и все наши, все артисты, я слова иногда не могла сказать. Игряк, Золотовицкий играл, и Сережка Угрюмов. Я иногда просто, я вот расскажу такую маленькую тайну. Если артисты отворачиваются от зрительного зала, значит, они не могут уже, это не просто такая мизоцена, они слова не могут сказать, что-то такое происходит же, а ты слова не можешь сказать, тебя душит смех. Просто мы отворачивались иногда и стояли, вот только у нас тряслись. Но было такое, у меня тряслось все, это невероятно смешной был спектакль. Это Ставел Машков. Да, да, Володя, да. Как воспринял МХТ? Вам надоело у Калягина или что произошло? Была ненавистная мной тусовка очередная. Я сидела со своими друзьями, а все равно там часть моих друзей, часть моих сокурсников с курса Ефремова. Как-то мы все встретились, я сидела в их компании, и вдруг одна актриса, спасибо тебе огромное, она говорит, слушай, Ксюша, а что ж ты не с нами-то? Приходи. И мне как-то засела эта мысль, и вдруг я поняла, ну, вот в табакерку не взяли, так может, может, вам хат возьмут. И в тот момент уже Олег Павлович руководил МХАТом, и театр большой, и я, надо сказать, и так эта мысль, и желание вот это истовое засело, и я опять-таки с места в карьер опять прыгнула. Вопреки вообще всякому здравому смыслу, я посчитала неправильным вообще начинать разговоры с Олегом Павловичем, так сказать, не разведясь, с Сан Санычем. С Калягином? Да. Я пришла к нему и сказала, Сан Саныч, я боюсь, что я уйду, я вынуждена уйти. Пока в никуда. Ну, вот я ушла. Он отпустил? Да. Или ругал? Он ругал, я думаю, что ему было больно, даже, мне кажется, и обиделся на меня, но эта история уже была не про него. Я его обожаю и до сих пор его обожаю и уважаю и преклоняюсь. Это уже просто была история про меня, моего выбора, моего движения, моего пути. Я пришла к Олегу Павловичу на встречу и сказал, вот села перед ним, я говорю, Олег Павлович, если вы меня помните, если вам нужна такая актриса, как я, я готова, я готова быть не в трупе, я готова быть наразовых хотя бы, я хочу просто хоть как-то постоять на этой великой сцене. Ну, так, ну, Ксюх, подумаем, чем мы тебе можем помочь. Какое-то время, там, полгода я была наразовых и на следующий сезон уже меня взяли в труп и приняли. Прекрасно. Ему спасибо огромное. Станислав Дужников сейчас о вас нам расскажет. Опять плакать буду. Когда я пришел сюда в театр, я знал, что Ксения Лаврова-Глинка это звезда, это шикарная женщина, это великолепная актриса, это партнер шикарный на сцене. Выходить с ней, работать с ней в удовольствие. Это без какого-либо завышения оценок, честно и от души говорю. Она может быть и спешной, и некрасивой, и в то же время восхитительной, и невероятно красивой. И органика сравнима практически как бы с органикой животного либо ребенка. Как говорят, собачья органика. То, что она человек музыкальный, это я подтверждаю, потому что, как Ксюша поет, были мы где-то на гастролях в Тамбове. Получилось так, что в гостинице внизу оказался караокет. Ну, конечно, мы там устроили концерт. Не то, как поет Ксюша, как Дима поет, как они вдвоем вместе поют. Это просто заслушаться можно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А кино когда началось? А кино началось с фильма «Папа» снимал Володя Машков. Мы с ним, собственно, и познакомились на номере 13. И был потрясающий спектакль «Матросская тишина» в Акерке. И вот по этой пьесе он снял фильм. Здесь я поняла, что профессия актрисы, театра и актрисы кино это две совершенно разные профессии. А до этого вообще вы не снимались, да? Нет, нет, нет. Кино — это искусство ожидания. Вот в кино надо уметь ждать. В кино надо уметь сортировать. А ждать какого-то шанса? Шанса. А там это включает в себя все. Шанса роли правильные, уметь сортировать роли, уметь не бросаться на все. И искусство ожидания в том, что когда ты уже снимаешься, и знаете, как часто, и ждать входа в кадр. А потом искусство ожидания выхода в свет фильма. Кусочек из Клифосовского, всеми нами обожаемого. Никто тут не даст мне соврать. Мы не пропускаем... Мы зрители, зрители. Мы не пропускаем вообще ни одной серии, ни один сезон. Иван, думайте о Свете. Мить. Вы ей сейчас очень нужны. Вы хотите ее увидеть? Нет. Я не знаю, что ей сказать. Что я могу ей сказать? Что жить надо? А что ради? Объясните мне, доктор. Вы ее любите? Вы играли вот этот сериал о врачах, и вы еще играли практику. Практику. Да я еще в фильмах играла столько врачей. В фильмах врачей, да. Я тебя освоила сколько профессий. Слушайте, смотрите. Вот я написала в своей жизни один роман о врачах. После чего я, значит, как женщина нервная, да, я собрала все книги по медицине, которые были куплены за время работы над этой книгой. Хирургии для третьего курса, биографии ста великих врачей, биографии Склифосовского, биографии Спасу-Кукотского. Я все это собрала. Я никогда так не поступаю с книгами. И все это я выбросила на чердак. Потому что дальше жить в их присутствии этих книг... Не представлялось возможным. Не представлялось возможным, Ксюша. Вы, видимо, очень сильный человек, что вы вот эту медицинскую историю страданий, мучений, переживаний... Вот эпизод был вот такой, да, где вы вынуждены утешать убитого горем человека, да. Вы легко их переживаете? Мне кажется, актеры мнительны еще хуже нас, писателей. Да нет, я нелегко. И вообще, конечно, к этому готовишься. И, не знаю, получаешь серию от сценаристов. Очень смешно у меня, если... Я думала, знаете, еду на площадку на съемочную и смотрю все заболевания в интернете. Забиваю там. Я думаю, ну вот едем там, водитель везет. Я думаю, господи, если я сейчас умру... Да-да-да. Ну, попаду в аварию. И люди получат доступ к моему телефону. И увидят мои хистилии. Вот как это, хистилии. Вот эти забитые вопросы в интернет. Я думаю, что же подумают они обо мне? Какие там, в общем, заболевания? Ну, то есть, я тоже пыталась везде, в каждом заболевании, дойти до самой сути. Я спорила с сценаристами. Я спорила... У нас были консультанты. Я говорила, нет, подождите. А вот мне тут сказали в интернете, что вот так, так и так. Объясните. Я говорю, как? А как мне играть это? Гнойную гангрену как? Я ее сыграю. Да-да-да. Понимаете? Давайте-ка это самое. В общем, я всех мучила-мучила. Помимо вот такой эмоциональной, конечно, составляющей врачей, и сопереживанию, и больным, и там были наши личные какие-то описанные истории наших героев. Конечно, мне казалось очень важным подчеркнуть и уловить вот это вот качество врачей здоровый цинизм. Какое-то недопущение себя до сострадания, до участия. Чуть-чуть отстраненность, такая циничная чуть-чуть отстраненность, которая есть суть профессии. Потому что если врач начнет себя пускать туда далеко и фантазировать на эту тему, я боюсь, что он не сможет работать. Руки затрясутся у хирурга, и он ничего не сможет сделать. Поэтому, мне кажется, вот я в ту сторону смотрю. И вам это удалось вот как-то поймать. Мне кажется, вот этот здоровый именно профессиональный цинизм, который позволяет врачу оставаться профессионалом высокого класса. Это знаете, как объявление в больнице на двери пациентам, поставившим себе диагноз с помощью Google, просьба за лечением обращаться в Яндекс. Вы как-то сказали в интервью, что сейчас вот в кино очень популярен такой тип сильной, пробивной, ответственной женщины. И вы связываете это с тем, что мужчины все больше бесхарактерные и слабые. Очень хочется увидеть зрителю какой-то выход, какую-то психологическую поддержку какого-то человека. И поэтому, конечно, очень отзываются. И когда, я там, не знаю, много езжу по стране, очень люди, конечно, вот просто до какого-то тактильного контакта, им нужна какая-то, вот знаете, вот поддержка сильного человека. Хотя я и образы, естественно, на экране это совершенно разные люди. Хотя и они, и мое отражение, и я их отражение, они без меня не могли бы существовать. Конечно, их бы не было, да. Я хочу, чтобы сейчас сказал ваш муж. Просто я увидел очень красивую женщину, очень красивую, которая сидела за гримировальным столиком. Ну, это такое прям очень было мощное впечатление. Ксюшка очень вкусный человек. Она вкусно умеет жить, вкусно готовит. Она прекрасно содержит дом. Ну, она безумная мама, конечно. Она безумная мама, потому что то, что происходило там во время беременности, это... Она, с одной стороны, она еще и снималась, но, тем не менее, когда нужно было лежать, она лежала, она ложилась и лежала. Потому что это главное. Все остальное уходило. На второй план съемки, продюсеры. Так получилось, что мы, в принципе, без нянек до сих пор. Каждую минуту там с пацаном это очень важно, потому что он взрослеет очень быстро. И никому отдавать, по большому счету, эти минуты не хочется. Она просто удивительный человек. Просто удивительный человек, очень позитивный, очень... С одной стороны, ранимый, с другой стороны, отходчивый. Меня терпит постоянно, мои закидоны постоянно терпят. Вот этим, я думаю, что больше всего меня удивляет. Любимый мой тост, это, вон, просто очень свезло мне. Ксюш, ну это не тот муж, что был прежде. Это какой-то другой муж. Это второй, единственный. Смотрите, тут у меня следующий вопрос. Вот вы много лет были замужем не за актером, а второй ваш муж с вами работает. Правильно я понимаю, да? Вы знаете все об этой профессии, да? Вот все абсолютно. Это не мешает относиться к близкому человеку с уважением, с пониманием, ну, пиететом, да? Не-не-не-не-не, это у нас, как сказать, во-первых, он мудрейший из мужчин, я вам так скажу, терпеливейший, и он деликатно сказал, что я его, мол, терплю. На самом деле, конечно, он меня терпит. А вы же не выносимая в быту? Ну, всякое бывает, мы же все люди. Мы никогда друг друга не обижаем, ни словом, ни делом. И пытаемся слышать, и пытаемся слушать. Если кому-то тяжело, кто-то нервничает, кто-то... Из вас двоих. Раздраженным, да. Кто-то, значит, уходит на второй план и поддерживает этого человека, успокаивает. В другое время, там, что-то со мной происходит, Дима меня как-то так собирает потихонечку. У нас такой паритет. А старшие дети с вами или учатся где-то? У меня Даня учится. Сейчас в теннисной академии. Он занимается теннисом очень успешно. И он ездит по Европе. У него очень хороший рейтинг. Вот этот ему 17, которому, да? Уже 17. Уже 17. Очень хороший рейтинг у него. Он такой, так скажем, звездочка в Европе теннисная. Ой, молодец. Спорт – это тяжело. Да. А девочка? Он очень любит. А Глаша моя, она сейчас 6 класс пришла, она очень упорно учится. Вот они мои дорогие. Еще маленькие. Сейчас как-то меня спрашивают, вот какие у нее хобби. У нее, по большому счету, и хобби-то нет. Нет, ну она занята, да? Я понимаю, прекрасно. День, это они в школе до пяти, пока она приехала, потом начинаются репетиторы, английский язык, и, ну как, уроки сделаны. И все на этом ночь наступило. Вот тебе и хобби. Вот и все хобби. Пока мы учимся. Вот что вы больше любите? Пиво с воблой или соевые бобы со смузи из маракуйи? Пиво с воблой. Понятно. Спасибо вам большое. Не будучи вашим мужем, я все-таки хочу сказать, что очень я вас полюбила за время нашей программы. Я желаю вам жизненных удовольствий. И чтобы были роли, которые вам нравятся и хочется сыграть, и чтобы были роли, которые бы вам сыграть не хотелось, но великие режиссеры вас бы уговорили. Ой, как приятно. Спасибо вам. Спасибо вам. У Ксении Лавровой Глинки есть чему поучиться. Она успевает играть в театре, сниматься в сериалах и растить троих детей. При этом она продолжает находиться в гармонии с миром и с собой. А для этого нужно иметь сильный характер, который у нее, безусловно, есть. Субтитры создавал DimaTorzok